МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую! Вы смотрите профилактическое шоу вечерний шпиль на Белсате. От коронавируса мы не поможем, но стараемся лечить коронакомплексы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какая прачечная отмоет министра культуры? Чиновник на батарейках. Из варяг к Лукашенко. Неизвестный подвиг Путина. Эту историю журналисты уже окрестили игрой престолов по-казахстански. Находящийся на излечении от наркозависимости в одной из лондонских клиник, внук Назарбаева заявил, что он вовсе ему не внук. Айсултан Рахат сообщил, что на самом деле он сын Назарбаева. Я сам об этом узнал недавно. Что он мой отец, оказывается. Мать Айсултана – это дочь Назарбаева, Дарига, по совместительству спикер парламента, третье лицо в государстве. Не в семье бывшего секретаря ЦК Кумпартии Казахстана, а ныне более напоминающего средневекового хана, не возродили славные традиции египетских фараонов, бравших в жены сестер и даже дочерей. Хотя именно так восприняли историю некоторые жители страны. Мы с собой, между родственниками идут какие-то семейные, интимные отношения. Это позор для нас, для всех. Айсултан утверждает, что он родился где-то на стороне, а его официальная мать и отец взяли его на воспитание. Дарига, в свою очередь, не родная дочь Назарбаева. Давайте представим, звонит как-то внук Назарбаева матери и говорит «Привет, сестричка». Кроме этих заявлений, молодой человек сообщил, что его жизни угрожает опасность, а к этому стоит отнестись серьезно. Ведь его юридический отец, некогда всемогущий Рахат Алиев, а позднее главный критик Назарбаева, был найден в петле пять лет назад в австрийском следственном изоляторе. Смерть зятя Елбасы напоминала ритуальное убийство. Ведь именно после нее, в тот же самый день, в Казахстане объявили дату досрочных президентских выборов. И это была рубрика «Назар Борджия». В России приступил к работе новый кабинет министров. Сразу видно, что глава правительства и президент на одной ноге. Похоже, это самое креативное правительство в истории России. За прошедшую неделю выяснилось, что его глава Мишустин пишет не только музыку, но и стихи. На красной планете все твари уснули, попрятались в щели моллюски и ети. Ведь к ним прилетает строитель Хуснулин. Он завтра проводит обход на рассвете. Этот стих был записан четыре года назад к юбилею Марата Хуснулина, который теперь стал одним из замов Мишустина. В ролике высокие чиновники виртуально отправили коллегу на Марс. Но почему только его? Правительство на другой планете живет. Родной. Ряд министров нового Кабмина в прошлом проходил по уголовным делам. Но все обошлось. Это же не стаканчиками в Росгвардейцев кидать. Всех затмила новый министр культуры Ольга Любимова. Когда-то она вела страничку в живом журнале, а потом совсем о ней забыла. Пару дней тому она этот дневник удалила. Но цитаты уже успели разлететься по СМИ. Автопортрет получился ярким и живым, хотя в компетентности Любимовой в качестве министра культуры можно усомниться. Выяснила неожиданно для себя, что я ни хрена не культурный человек. Но вот если быть честной перед самой собой, то я просто не переношу. Ходить на выставки, в музеи, оперу, балет. Я плохо знаю мировой кинематограф. Я просто ненавижу экскурсии. Ну, удивить россиян в этом смысле тяжело. Пятая колонка напомнила читателям, кто возглавляет ряд других министерств. Но вернемся к запискам Любимовой. Ж**ой чувствую, что ситуация перед выборами накаляется. Я-то давно пользуюсь советом психолога. Живу в городе Москва, стране России, по принципу завещанному жертвам насильника. Я легла на спину, раздвинула ноги, глубоко дышу и даже стараюсь получить удовольствие. Оказалось, что присвоение любви к культуре, к роли министра Любимова давно была готова. Может, Мишустин при подборе кандидатов прочел это ее ЖЖ? Я вот часто вру. Ну, как на встречах Медведева с министрами. Хотя более всего Любимовой подошло бы кресло министра здравоохранения. Курю, пью мало, наркотики употребляю редко. Сама не покупаю их уже лет пять. Были у Любимовой и другие высказывания на ЖЖ, но я их читать не буду. И как вишенка на торте всплыла вот эта старая фотка Ольги Любимовой в интересной маечке с лозунгом, претендующим на жизненное кредо. Создатели старого советского анекдота про прачечную и Министерство культуры даже не знали, что заглянули в будущее. Но пока все обсуждали моральный облик нового министра культуры, маховик по изменению российской конституции раскрутился с невиданной скоростью. Глава ЦИК Российской Федерации Элла Памфилова даже успела заявить, что оснований для проведения всенародного референдума нет. Потом, правда, во властных кругах снова передумали и дадут россиянам проголосовать. Ну а после того, как Путин все подпишет. Мы должны переписать конституцию. Все уже переписано до вас. Как пишут в соцсетях, Путин хочет поменять конституцию, потому что в конституции записано, что нужно поменять Путина. Ряд российских СМИ сообщил, что Маргарита Симоньян, главред телеканала «Раша Тудей», госпитализирована. Ей, мол, стало плохо во время совещания в администрации президента. Симоньян отреагировала на эти сообщения в своей манере. В связи с сообщениями, не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца. Вот у кого нет сердца, так это у нового чиновника, который начал работать в администрации губернатора Пермского края России. Этот чиновник-робот, он выдает посетителям пропуски, записывает на прием к своим коллегам и консультирует. Как это происходит, попытался представить Александр Торн. Смотри, куда идешь, старик. Че ты сюда приперся, холоп? Дома не сидится. Я к губернатору поговорить надо. У губернатора нет времени слушать твое нытье, паралитик. Путин обещал пенсию повысить. Предлагаю вам взглянуть на газдок США. На данный момент он составляет. Да что мне твое США? Ты посмотри мою палатёжку за коммуналку. Дед, ты лучше посмотри, что на Украине творится. Там бандеровцы устроили факельное шествие. Мне неинтересно слушать про Украину. Дед, ты чё, русофоб? Я тебя сейчас дубинкой огрею. Я лекарства купил, отдал четыре тысячи. Как мне это оплачивать пенсии десять тысяч? Хе-хе. Вопрос, который вы подняли, безусловно, является очень чувствительным для всех граждан без исключения. Когда нормально жить начнём? Надо немного потерпеть. В девяностые было ещё хуже. У меня денег на еду не хватает. Кушать это искусственно навязанный Западом стереотип, придуманный, чтобы подорвать нашу духовность. Как жить-то дальше? Держите. Что это? Список обещаний на ближайшие три года. Через три года придёте за новыми. Ах ты, жестёнка путинская! Засунь себя обратно в принтер! Оскорбление власти. Охрана. Охрана. Спасибо за обращение в администрацию Пермского края. Ждём вас снова. Кто следующий на приём к губернатору? Четверть века тому оппозиционные депутаты из Белорусского народного фронта призывали создать Балтийско-Черноморский коллектор, чтобы обеспечить энергетическую независимость страны. И вот Александр Лукашенко, похоже, тайно вступил в БНФ. Действительно, сейчас в полном объёме альтернативы нет поставкам российской нефти. В полном объёме. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Нам надо идти к тому, что процентов 30-40 мы будем покупать нефти в Российской Федерации, процентов 30 мы должны с Балтики завозить нефть, и процентов 30 через Украину проверенный уже путь. Первый танкер альтернативной нефти для белорусских НПЗ направился в Клайпиду из Норвегии. В соцсетях появилось немало шуток на эту тему. Алло, Володя! Да, Александр Григорьевич. Мы с вами братья, но есть одно но. Какое но? Норвегия! Белорусы – это норвежцы со знаком качества. Наш Рогволот тоже викинг был. И Торвальд – путешественник. Это наша всёобщая история. Кто-то даже придумал новый имидж для конунга Александра. Наверху продолжают поиск креативных методов пополнения бюджета. Комитет госконтроля взялся за творцов и наведался в мастерские белорусских художников и дизайнеров. В результате мастеров лишают права на льготную аренду и выставляют неподъёмные счета. Например, знаменитому Владимиру Цеслеру захотели повысить оплату в четыре раза, так как в его студии увидели кровать. А это, по мнению контролёров, нецелевое использование помещения. За пару дней тема приобрела такой резонанс, что к дизайнеру в студию наведался лично председатель КГК Леонид Анфимов и заявил, что не видит проблемы в кровати. Но почему этим вопросом занимается только госконтроль? Куда вообще смотрит полиция нравов? Вы под кровать заглядывали? Может, там муза прячется? Но перенесёмся из мастерской дизайнера в другое помещение. Это коттедж Натальи Качановой, ещё недавно руководителя администрации президента, а теперь председателя Совета Республики. Как сообщает наша Нива, госпожа Качанова переписала коттедж на детей. Простите, а вы не псих? Нет, у меня и справка есть. Нет-нет, высокая чиновница переписала коттедж не на чужих детей, на своих. А то вдруг к ней, как к Цеслеру, заглянет госконтроль и сравнит стоимость дома с её зарплатой. В российском Омске прошёл второй императорский бал. Согласно первоначальному анонсу, организаторы приурочили мероприятие к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и личному вкладу императора Николая Александровича Романова в эту великую победу. Так что теперь на акции «Бессмертный полк» можно носить портреты не только Сталина. Продолжим тему, но перенесёмся в Москву. Тут школьницу, нарисовавшую ветерана без ноги, отчитала учительница со словами «это некрасиво». Педагог собственноручно стёрла протез ластиком и повелела ученице нарисовать ногу, как у всех. Но главные новости из рубрики «Победобесие» у Дмитрия Ракетовича Циркона. Затыкать правдой поганой рты. Обещание Путина для тех, кто пытается переписать историю. Мы этот поганый рот, мы заткнем этими документами. Назидательно, правда? А вот и министр иностранных дел Израиля, лично встречавший Путина в аэропорту, не стал рисковать. И поблагодарил Путина за освобождение Освенцима. Да, это доселе неизвестная страничка в биографии нашего президента. Поэтому я был бы не я, если бы не предоставил вам правдивые доказательства. В архивах удалось обнаружить дневники и находки археологов Пичуги и Шишкина. В конце 40-х они работали в районе концлагеря и откопали вот это. Старенький советский айфон. На нем, как на Туринской площанице, отпечаталась сама история. В разделе с фотографиями археологи нашли вот эту. Где Путин входит в освобожденный Аушвиц. Съели русофобы. А вот Зеленский памятные мероприятия в Израиле проигнорировал. Очередной демарш неонацистской власти Украины уже не удивляет. Привыкли. И что-то мне подсказывает, что не приедет он и в Москву 9 мая на парад в честь 75-летия великой победы Путина над нацизмом. Что ж, тогда не удивляйтесь, если Путин сам приедет к Зеленскому на танке. Всем мир! Дочь руководителя пресс-службы Путина Дмитрия Пескова Елизавета дала развернутое интервью российскому Форбсу. Оказалось, что Лиза не любит пролетариат, то есть слово патриот, и считает себя человеком мира. А сравнивая протесты желтых жилетов в Париже с протестами в Москве, заявила. То есть там беспредел идет от тех, кто митингует, а в России конкретный беспредел, к которому ни один адекватный цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идет от правоохранительных органов. И это была рубрика «Такая-сякая расстроила отца. Погонят ей богу Пескова из дворца». Да, мы хорошо знаем, что критика власти в России может стоить и должности, и свободы. В этом убедился молодой стендапер Александр Долгополов. Заметил, что после выборов все население нашей страны разделилось буквально на две части. Потому что теперь, с одной стороны, люди, которые за Путина, а с другой стороны, люди, которые умеют читать, писать, знаете, ну, делать логические выводы. Почти год провисела эта запись в Ютьюбе, как бы немым укором тем, кто думает, что в России нет свободы слова. Но у силовиков просто руки не доходили. И вот полиция в Подмосковье начала проверку в отношении комика из-за сообщения об оскорблении, нет, не Путина, а чувств верующих. Иисус – это самый нахуй Богдан из всех. Вот не нужно в одном стендапе поминать Христа и Путина. Александру Долгополову пришлось покинуть Россию, и, похоже, теперь он находится на родине того самого Христа. Ведь с Иордана выдачи нет. Ну и в продолжение темы верующих. В московском аэропорту Пулково продают иконки с ликом святого Владимира Владимировича. Господа, подождите, не торопите события, ваш кумир еще жив. И это были новости, похожие на шутки, и шутки, похожие на новости. Это был вечерний шпиль на Белсате. Увидимся через неделю. Кхм-кхм-кхм-кхм-кхм. Субтитры сделал DimaTorzok